Всем доброго дня, с вами Аркадий. Сегодня мы говорим снова об Испании. Итак, в Испании я провел около месяца, и я не могу оставить без внимания такую тему, как обсуждение самого русскоязычного города Испании. Это город Торревьеха и побережье Коста-Бланка. Все, что с этим связано, поскольку очень много роликов, очень много ютуберов из этого региона. Мы с вами проехали всю Испанию. Мы были в Валенсии, в Мадриде, в Севилье, в Кордобе. Затем в Аликанте, снова в Мадриде, в Торревьехе. Проехались по побережью Коста-Бланке, улетели на Майорку, в город Пальма-де-Майорка. Ну, в общем-то, в этой поездке у нас не было только Северной Испании, которую я посещал в другие годы. Я вам покажу сегодня немножечко видео из региона Торревьехи, из региона Коста-Бланка. И расскажу об этом городе. Для тех, кто редко смотрит мои видео или может быть здесь впервые, я занимаюсь образованием за рубежом. И целью моей поездки было посещение конференции по образованию в Испании. Посещение учебных заведений, университетов, языковых школ и так далее. Посмотрите мои предыдущие ролики. Я снял о своем жилье в Валенсии, об учебе в школе испанского языка. Я снял про школы Мадрида, снял про эмиграцию в Испанию через обучение. И дальше у нас будет еще ролик. Очень интересный вебинар. Обязательно его посмотрите. Не пропустите. Про программу ПАСВАЙ, программу зачисления университета Испании на бесплатное или условно-бесплатное обучение. Для тех, кто идет после школы на бакалавр, для тех, кто идет в магистратуру и так далее. Ну и кого интересуют другие страны. Канада, в которой я живу. Германия, США и так далее. В общем, вы найдете все эти ролики на моем канале. Поэтому переходите, подписывайтесь, смотрите. А сейчас я вам показываю свое видео из поездки по Коста-Бланке, Аликанте, Теревьеха в основном. И обсудим, что же такое за город Теревьеха. Почему туда переезжает очень много русскоязычных. Стоит ли туда ехать вам. Что я там увидел. Это абсолютно мое субъективное мнение. Это мое мнение, основанное на общении с теми, кто там живет. На другом YouTube-канале дружественно у меня еще выходит видео, где будет небольшая поездка по Коста-Бланке, которую мне показывают местные испанские риэлторы. И я постараюсь выложить здесь у себя тоже копию, чтобы вы все это посмотрели. Там немножечко все более профессионально, с профессиональной точки зрения. Сегодня у меня чистая бытовуха. Итак, давайте я вам расскажу все с самого начала. Приехал я на поезде, на скоростном поезде из города Мадрида. Очень классно, что мне нравится в Испании. Это, конечно же, поезда Мадрид. Соединен с разными частями Испании вот этими скоростными поездами. Когда 600 километров, ну может быть там от 400 до 600 километров, вы можете преодолеть всего лишь за 2-3 часа. Это просто супер. Вам не надо трястись в каких-то вонючих автобусах. Это очень комфортные поезда, красивые. И вы приезжаете в современные вокзалы, где есть кофейни. Здесь нас даже встречает канадская кофейна Тим Хортенс на вокзале Аликанте. И из Аликанте уже можно ехать в разные города. В самом Аликанте тоже есть пляж, есть порт, но в основном это такой город более рабочий. То есть туда едут работать. Мы с вами направляемся в Теревьеху. Это примерно 50 минут езды от Аликанте. И Теревьеха это больше такой для жизни, для отдыха, поиска, может быть, вот этого баланса. Work-life balance, а может быть просто для пенсии. Потому что город достаточно специфический. Меня поселили партнеры в довольно таком старом районе. Не в старом районе Теревьехи, близко к центру. И я вам хочу сказать, что недвижимость, вот почему туда сейчас до сих пор едет много людей. Там очень много именно такой отпускной недвижимости. Это очень странное такое явление, которое в мире, но не во всех странах можно найти. Отпускная недвижимость это то, где люди, например, купили, пожили, сдавали. То есть в Теревьехе почти все можно сдавать посуточно. Какие-то небольшие комплексы с бассейнами. Может быть, людям надоело через 5 лет, они продают. Да, может быть, кто-то опять покупает. Что-то в цене растет, что-то падает. Новостройки строят они более такие дорогие. Старые дома очень дешевые. И вот это создает определенную динамику на рынке недвижимости. Почему все время вы смотрите ролики. Недвижимость Теревьехи, недвижимость Теревьехи. Потому что ее продолжают покупать, продавать, покупать, продавать, покупать, продавать. Это выгоднее для многих, чем останавливаться каждый раз в гостинице. А для многих это просто дача, это пенсии. У испанцев там пенсия. С одной стороны, это очень классно, очень дешевое жилье. То есть, например, для меня, живя в Канаде, если я приобретаю жилье дешевле 100 тысяч канадских долларов, я даже не должен в Канаде его декларировать, свою налоговую декларацию. А здесь в Теревьехе такого жилья навалом. То есть, почему, например, людям из разных стран выгодно покупать? Потому что низкие налоги. Опять же, низкие муниципальные налоги и так далее. С другой стороны, это создает определенную обстановку вне сезон. Мы с вами приехали вне сезон. Очень много закрытых квартир, целые дома просто с закрытыми жалюзи. И это не всегда очень приятно. То есть, вы ходите как бы по пустым улицам. Действительно, на русском языке говорят очень много. Огромное количество автомобилей с украинскими номерами. Но сейчас время такое. Я думаю, что когда есть там туристические визы открыты и все, просто приехать в Испанию. В общем-то, было, наверное, очень много машин и с русскими номерами. Но если посмотреть на автопарк Теревьехи, то очень многие ездят на полуразвалившихся ведрах. Просто обцарапанные все машины. Очень дешевый автопарк. Я думаю, что многие у кого там дачи, такое временное жилье или пенсионное жилье, просто покупают машины самые дешевые. Не знаю, там за 3, может быть за 5 тысяч евро максимум. И на них ездят. В общем, там только масло меняют, какое-то ТО делают, чтобы она не развалилась по дороге. Таких автомобилей в Теревьехе очень много. Это тоже создает впечатление, ну, определенного бедного города. По сравнению, например, с Мадридом, из которого мы приехали. Сам город достаточно чистый. То есть, там нет какого-то лоска, нет каких-то шикарных витрин. Там нет каких-то, может быть, ну, какого-то великолепия. Но везде есть и пешеходные переходы, и светофорчики. Пляж очень ухоженный. Не сезон, все в пенсионерах. То есть, если вы приедете туда отдыхать вне сезона, естественно, очень дешевая аренда. И это все в пенсионерах. То есть, я не знаю, средний возраст, наверное, 60 лет. Поэтому, когда я смотрю видео риелторов про Теревьеху, и все время там на заднем плане, ну, одни старики ходят. И вот реально это точно так же выглядит и сейчас. Говорят, что для молодежи там есть какие-то супер дискотеки, есть какие-то, ну, не знаю, там ночные клубы и так далее. Естественно, летом все это наполняется людьми, наполняется молодежью. Летом там вся тусовка. Но те, кто там живет круглый год, возможно, кому-то это очень не понравится. Потому что везде на русском языке можно найти все практически сервисы недалеко от Аликанты. Аликанты это огромный аэропорт, который соединяет большое количество регионов Испании, Европы. Там, я не знаю, это один из самых крупных аэропортов в Европе на самом деле. Хотя Аликант небольшой город, по-моему, около 500 тысяч населения. Ну, это Ревьеха, конечно, это маленький город, да, это около 100 тысяч, он соединен там из трех частей. Это Ломата, Самата Ревьеха и Ориэла Коста, да, то есть вот такой, такая небольшая агломерация. Передвигаться везде желательно на автомобиле. Там есть автобусы, но я их особо не видел. Выходные все закрыто, то есть только летом, выходные, в праздники работают магазины. Я сейчас попал на какие-то тоже праздники, там воскресенье было и так далее. Но вообще все просто закрыто. На пляже, естественно, прохладно, купаться нельзя. Все старички в ресторанчиках с коктейлями. Если вы видите вот это как ваша пенсия, да, продать вашу там дорогую недвижимость, не знаю, продать, может быть, вашу квартиру в Москве или ваш дом в Канаде, и уехать такой сделать даунсайз, купить дешевую квартиру, может быть, до 100 тысяч евро, а может быть, за 200 тысяч евро, это уже будет супер такой лакшери. Это будет там, не знаю, две спальни, две ванны с бассейном, с какими-то еще аменитис, да, там, то есть что-то еще будет в вашем доме. И вот, например, Ориэла Коста, да, когда мне показали вот эту часть, там, конечно, очень красиво. Там и много новостроек. Во-первых, не все берут недвижимость около моря, потому что влажность сильная. Многие в горах берут, там, гольф-поля и так далее. Это тоже достаточно красиво, там тоже, ну, мне, например, понравилось. Что касается работы, если вы переезжаете в Испанию ради работы, то в Таревьехе вы ее найдете благодаря тому, что там многое на русском языке. Я посмотрел, что там низкие цены, смотря, чем вы занимаетесь. Ну, например, я вот там фанат массажа, я видел объявление, в Таревьехе массажи 25 евро стоит минимально. Это, конечно, супер дешево, в Мадриде стоит 60 евро. Массаж, да, то есть вы должны понимать цены, но, соответственно, и зарплаты намного ниже в таких небольших городах. Для тех, кто едет работать в Испанию, вот именно в этом регионе, и где много русскоязычных, скорее всего, вам подойдет больше Аликанте. Аликанте тоже достаточно дешевый город, с дешевой недвижимостью. Там много неблагоприятных районов, но там можно недорого жить, и там в основном работа, да. Например, там все какие-то юридические конторы, там все предприятия, там порт большой и так далее. Вокруг Таревьехи добывают соль, соляные озера. Конечно, для меня было супер впечатлением увидеть розовых ламинго на соляных озерах. К сожалению, не удалось их запечатлеть, но горы, соли вы увидите. Они по дороге, они везде, и когда вы передвигаетесь между городами, вы тоже их увидите, и это создает определенный микроклимат. Я могу сказать, что у меня есть кожные проблемы. Я путешествовал по Испании, но поскольку это не сезон и еще не тепло, эти кожные проблемы, но они не проходили. В Таревьехе за два дня я почувствовал улучшение. Только благодаря вот этому насыщенному воздуху, и благодаря тому, что я был близко к вот этим соляным озерам. Итак, мы с вами посмотрели также Ориэла Коста. Направляемся в Аликанте, посмотреть немножко Аликанте прекрасен. Но в отличие от Барселоны, например, в отличие от Валенсии, в Аликанте небольшой старый город. Там вот эта крепость, да, то есть там, ну, немного всего пляж. Там в основном нужно ехать куда-то. Из больших плюсов Аликанте это аэропорт. Это возможность на паромах ездить, там, не знаю, Ибица, Майорка и так далее. И два с половиной часа, и вы в Мадриде. И также до Барселоны тоже ходит скоростной поезд. То есть Барселона, Мадрид суперудобно, просто суперудобно. Кому я не порекомендую, например, ехать в Таревьеху, если вы хотите работать в каких-то международных компаниях, если вы хотите развиваться в профессиональном плане, не знаю, там, может быть, в исследованиях, работать в университете, ходить на какие-то вечера в платьях, не знаю. Хотя там есть какой-то концертный зал, но мне показалось все очень деревенское. То есть такая испанская деревня, очень-очень-очень простая. Аликанты чуть-чуть меньше деревня. То есть ближайшая от вас это Валенсия, тоже пару часов всего ехать. Ну и, конечно, Барселона, Мадрид, все подать рукой. Я не рекомендую ехать в Таревьеху тем, кто не хочет водить автомобиль. Я не представляю. Говорят, что там автобусы даже бесплатные, можно получить билет и так далее, на все эти автобусы для резидентов. Но я не представляю, как там передвигаться полностью без автомобиля, только на автобусах. Ну, может быть, там такси, Uber и дешевые. Из самого Аликанты тоже в Таревьеху ходит автобус. То есть он вас может высадить, и вы там уже идете в свою вот эту недвижимость отпускную. То есть отдыхать, если вы приезжаете без автомобиля. Но из больших плюсов то, что очень много русскоязычных, украиноязычных, которые организуют трансферы. И это тоже достаточно недорого. Если вы переезжаете в Испанию, не планируете покупать жилье сразу, Таревьеха это неплохо, например, снять на первый год и посмотреть. Понравится, подойдет вам. Найдете ли вы там друзей, найдете ли вы там вашу, там, не знаю, церковь, круг общения, библиотеку. Вокруг того места, где я жил, были славянской еды целых 4 магазина. То есть достаточно такая инфраструктура. Пельмени, сметану вы всегда найдете, где купить, если вы живете в Таревьехе. И, конечно же, путешествовать по Испании. У меня были отдельные видео еще про языковые курсы. Посмотрите, пожалуйста, про Валенсию обязательно. Про языковые курсы Валенсии, мою квартиру в Валенсии. Я считаю, что это неплохое место, где вы можете изучать испанский и начать вашу жизнь. И посмотреть и Таревьеху, и Барселону, и Мадрид, и так далее. Мой любимый город в Испании, вот если так брать из всего, что я смотрел. Я не был на севере, там, в стране Басков, в Галиши, в Галисии. Мой любимый город это Мадрид, конечно. Мадрид просто великолепен, он шикарный. Там, наверное, самый благоприятный климат, потому что там жарко, сухо, и зимой сухо, и летом не так душно, да, из-за того, что нет вот этой влажности сильной. Но в Мадриде нет моря, ничего не поделаешь. Наши люди хотят жить около моря, поэтому обязательно рассматривайте Таревьеху. Смотрите мое видео, посмотрите мое следующее видео для тех, кто хочет жить в Испании, переехать через обучение в университете или отправить своих детей. У меня будет видео по программе Пасва и по подготовке в университеты Испании. Ну и надеюсь, что немножко вас познакомил с Таревьехой, рассказал свое мнение. Желаю вам всего доброго, подписывайтесь на этот канал, чтобы увидеть следующие ролики и нажимайте на колокольчик. И обязательно пишите комментарии к этому ролику, постараюсь ответить на все вопросы. Всего вам доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok